Есть мнение, что управлять яхтой очень сложно, это могут только мужчины. Однако сами любители парусного спорта говорят, что это верно лишь отчасти. Среди них много успешных женщин-спортсменок. Ну, я даже пробовать не буду, останусь как пассажир. Яхта – это серьезно, это любовь на всю жизнь, говорит Илья Железин. Легкая снаружи, комфортная и безопасная по сути. Яхта может ходить на большие расстояния. Яхта имеет киль, очень прочный, который уходит вниз в воду. Позволяет яхте быть очень устойчивой к любой силе ветра, практически, кроме, конечно, штормовой, и ходить по нужному курсу. Илья серьезно влюбился в этот вид спорта несколько лет назад, во время Жигулевской кругосветки. Свою мечту под парусом приобрел далеко от Самары, в Швеции. Говорит, там судно лучше. Почти половина страны имеет яхты и знает в этом толк. Свою ласточку перегонял по Балтийскому морю через Санкт-Петербург. 5000 километров, 31 день плавания. В опасном путешествии Илье помогал друг и наставник по парусному спорту Егор Иванов. Соглашались многие на самом деле и говорили, да, мы погоним яхту, но до дела это не доходило. Илья позвонил через несколько дней, сказал, ну что, мы берем билеты? Я говорю, да, берем. Мы поехали, выбрали лодку, пригнали ее сюда по весне. Звучит легко. На деле надо иметь огромный опыт управления парусным судном и знать навигацию. Егор Иванов увлекается парусным спортом с 9 лет. На воде времени проводит больше, чем на суше. Яхтеры говорят, в Самаре парусный спорт развит не сильно, а зря. Все условия позволяют. Рядом Волга и Жигулевское море. Можно выйти, например, в пятницу вечером и уйти, например, в Тольятти, уйти под Сызрень. Можно устроить дальнобойный поход в тот же самый Саратов или Волгоград. В этом году Илья с семьей переехал в Москву. Как только оказались в Самаре, сразу на яхту. Говорит, она дарит ощущение свободы и единства с природой. Пока просто отдыхают, но впереди большие путешествия. На яхте можно объехать весь мир. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Артем Сулайманов